Экстремальный забег северных характер собрал ямальцев со всего округа. Ребятам предстоит пройти различные этапы, чтобы доказать свое чемпионство. Экстремальный забег северных характер в 2022 году получил статус окружного. Арктическую гонку с 30 препятствиями пробежали 419 человек. Это 62 команды, состоящие из трех мужчин и двух женщин, и 109 участников в индивидуальном первенстве. Личников в этом году до старта допустили впервые. Помимо ямальцев покоряли трассу спортсмены из Самары, Тюмени, Нитьюганска. В этом году в правилах появились изменения, которые отражаются на сплоченности команд. Лучшие! 51 минута 12 секунд! Какие эмоции? Какие впечатления? Прекрасные! Классные! Здорово! Заряжающие! Очень классные! Поддержка! Отличная поддержка! Вот молодежь поддерживает! Я здесь с ними бегал? Ага! Они не с тем годом отличаются вообще? Ну, конечно, сложнее, интереснее. Больше препятствий. Какие новые там были сложности? Ну, сложно, наверное, больше это залазить было, как бы, особенно, наверное, больше женский пол. А мне понравилось, когда мама с этого трамплина прыгала в воду. Перелазить через препятствия высокие очень тяжело. Если команда хочет попасть на педестал и борется за призовое место, то команда должна полностью, в полном составе пройти все этапы. Девочки и мальчики, они не должны, там, у них если не получилось, они упали в воду и побежали дальше. Нет. Этап нужно пройти полностью. Поэтому в этом году мы будем бороться и за качество, и за скорость. Азия вперед! Выходной завтра хочется. Нормально было, кроме скалолазни, а так все прошли. Обязательно будем планировать. Если с пацанами, то обязательно, потому что они очень хорошо поддержали, помогли нам. Без них мы, конечно, не справились бы. Мы же команда, мы друг друга поддерживаем. Мы семья. Азия тренинг – это семья. Из 62 команд только 15 смогли побороться за призовые места, так как не всем спортсменам удалось покорить все препятствия без исключений. Отмечу, готовить новоуренгойскую трассу начали, как только сошел снег. Задействовали людей и спецтехнику. Кто-то приезжает, помогает, кто-то уезжает. У нас, опять же, во время подготовки прямые свои обязанности рабочие мы исполняем. Поэтому не всегда получается. Но в основном проводим лето здесь, чтобы подготовить это всем. На старт команды выходили поочередно, согласно жеребьевке. На прохождение этапов у участников совокупно ушло более пяти часов. В ожидании своего старта экстремалы разминались, изучали трассу, наблюдали за другими спортсменами. Показывать северный характер приехали как бывалые участники подобных гонок, так и новички. В прошлом году команда наша участвовала, и мы из 42 команд взяли пятое место. Какие планы на этот год? На этот год выступить намного лучше, чем в прошлом году. Наша разминка – это только начало. Эмоции, которые сейчас нас переполняют, это позитив, бодрость и желание показать максимум. Для этого мы здесь, и мы сделаем это. Яркое и масштабное мероприятие сопровождалось конкурсами и диджейским сетом. Новоуренгойская команда «Железяки» справилась с трассой за 45 минут 54 секунды и заняла первое место. Серебро досталось также новоуренгойцам, они отстали от лидера на 6 секунд. Бронза у команды из Ноябрьска. Помимо триумфа победители получили денежные призы – 90 тысяч рублей за первое место, 75 тысяч за второе и 60 тысяч за третье. В личном зачете первыми стали Денислам Умедбаев и Анастасия Лазарева из Нового Уренгоя. Призеры личного первенства тоже получили денежное вознаграждение – от 12 до 18 тысяч рублей. Зарядились драйвовыми эмоциями, побегали по грязи и воде вместе с участниками. Татьяна Забродина, Андрей Тихонов, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.